Лето 2024 на полуострове не очень тёплое, дождливое, но зато настоящее, камчатское. Последние несколько лет – июнь, июль и август – радовали жителей региона частыми жаркими деньками. В связи с этим камчатцы стали забывать, какое лето считается нормой для полуострова. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов Камчат-Гидромета Анна Приходько. Вот это лето как раз нормальное то, что для полуострова, который окружён морями, поэтому у нас жарко и не должно быть из-за морей. И в июне, и в июле в большинстве районов полуострова, в принципе, температура воздуха была в норме. А норма – это осреднённая за 30 лет. То есть, в среднем за 30 лет такая температура и должна быть. По словам Анны Приходько, несправедливо называть это лето дождливым. Ведь, несмотря на низкие температуры и облачность, осадков выпало не так уж и много. Практически во всех южных районах края. В Петропавловске, например, выпало около 250, то есть 2,5 месячных нормы. Ну и по югу полуострова там тоже 130, вот 250. А на севере как-то там было в пределах обычных, ну местами тоже было больше, но в целом что-то средненькое. Сказать, каким будет август, тяжело. В Камчат-Гидромете отмечают, что температура в последний месяц лета будет в пределах нормы, которая на полуострове не очень высокая. Однако, надеяться и верить никто не запрещает. Мы тоже синоптики жителей Петропавловска. Мы тоже соним и плачем, что мы хотим тепла и солнца. Поэтому давайте смотреть с оптимизмом. Вдруг в августе повезет. Пока предварительно на ближайшие пять дней погода на юге полуострова нормальная. То есть и солнце выглядывает, и достаточно тепло. В северных районах края сейчас будет проходить циклон. Там дожди достаточно интенсивные. Но воскресенье у них тоже не прекращается. Они там тоже уже солнышко увидят. По предварительной информации, после 6 августа краевая столица снова окажется во власти дождливой погоды.